Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня у нас выездная разборка. Есть очень интересный автомобиль с очень интересной проблемой, о которой мы вам очень хотим рассказать. Опель Insignia OPC, а это значит, что в ней есть 325 лошадиных сил и полный привод. Проблемы в данном автомобиле случаются с муфтой Haldex. Кстати, муфта Haldex ставилась не только на данный Opel. Чтобы решить проблему, мы обращались на вот это СТО. Ссылочки будут в описании. Кстати, если вы хотите увидеть отличный тест-драйв данного автомобиля, пишите в комментариях. Прямо сейчас мы расскажем о всех проблемах, которые случаются с муфтой Haldex. Муфта Haldex устанавливается на огромное количество автомобилей. Благодаря этой муфте переднеприводные платформы с поперечным расположением двигателя получили полноприводную трансмиссию. Муфта Haldex встроена в задний редуктор. Спереди к ней подсоединяется карданный вал. Сзади выходит небольшой вал с ведущей шестерней заднего дифференциала. В принципе, муфта из себя представляет пакет сцеплений с фрикционными и стальными дисками, соответственно, с внутренним и внешним зацеплениями, которые находятся в барабане. Муфта представляет из себя пакет сцепления, как в классическом автомате. То есть фрикционный сжимается кольцевым поршнем за счет давления. Давление нагнетает электрический маслонасос. Расположенный на корпусе муфты электронный блок управляет замыканием сцеплений при помощи гидравлического клапана. В дифференциале и муфте Haldex используется разное масло. Если в дифференциале используется обычное густое масло 80V90, то в муфте Haldex специальное трансмиссионное масло. Оно производится под разными брендами, то есть GM, Volvo, VAG и так далее. То есть те производители его производят, которые выбрали данную муфту. Но масло одинаковое, а цена разная – от 35 долларов до 100 за литр. Полный объем заправки 650 миллилитров, но при замене удается слить только половину. Поэтому при промывке муфты, то есть серии заливов и сливов, уходит на это примерно литр. При замене масла надо менять фильтр и прокладку. Производители по-разному относятся к замене масла. Некоторые рекомендуют менять его каждые 60 тысяч километров, а некоторые не рекомендуют менять его вообще. Но масло менять надо, потому что пакет сцеплений загрязняет масло продуктами износа. То есть чем старше масло, тем больше в нем фрикционного осадка и даже металлической стружки. Поломки муфты Haldex на разных автомобилях одинаковые. Но можно сказать, что полноприводные автомобили Opel и в частности OPC отличились. Дело в том, что производитель ошибся с прошивками модуля ABS и блоком управления муфтой. Из-за этого автомобили, которые были выпущены до сентября 2013 года, то есть блоки, получали неправильные данные о скоростях вращения колёс. Муфта чрезмерно блокировалась. Ситуацию усугубляло ещё то, что блокировка дифференциала не выключалась полностью. Поэтому при повороте либо при движении по дуге колёса вращались с неравномерной скоростью и всю нагрузку на себя брал пакет степления муфты. Из-за этого диски кромсают сами себя, тем самым загрязняют масло. В зависимости от стиля езды масло теряет свои свойства уже при пробеге в 20-40 тысяч километров. Эта субстанция не только ускоряет износ муфты, но и ускоряет износ маслонасоса. В самых губительных случаях эта субстанция перетекает в дифференциал. На начавшиеся проблемы с муфтой указывают шорохи и скрежеты при повороте на малых скоростях. С такой проблемой можно побороться с помощью перепрошивки блока управления и электронного дифференциала. Серьезные проблемы с муфтой указывают ощутимые рывки и дергания при езде. Плюс появляется ошибка о неисправности полного привода. С такой проблемой можно побороться полной заменой масла, фильтра, а также почистить сетку маслонасоса. Избавиться от перетекания масла из муфты в редуктор можно заменой сальника, который находится там внутри. Сейчас разберем и покажем. Во многих случаях отключение Haldex связано с низким уровнем масла. Но если после всех этих манипуляций ничего не помогло, то, к сожалению, придется менять весь этот дорогой узел в сборе. Так как мы сегодня у наших друзей, то и помогать нам будет мастерс данной СТО. Итак, встречаем Максим и мы начинаем нашу разборочку. Муфта на автомобиле стоит именно в таком положении. Для обслуживания муфты снимается крышка, меняется вот эта прокладка и меняется фильтр. В данном случае масло здесь не сильно грязное, потому что муфту пытались спасти. Как и любой электронный блок, данный блок может стать жертвой попадания влаги, потому что от влаги его спасает вот эта хлипкая прокладка. Вся вот эта тема стоит под днищем. Видите, уже пошла коррозия. Муфта и редуктор идут всегда в сборе, но специально для вас эксклюзивчик. Еще одна проблема, которая относится не только к капилям, но и к другим автомобилям, которые используют данную муфту, это износ щеток. Из-за этого электромотор насоса плохо работает и насос не создает требуемое давление для сжатия фрикционов. Ну и обратите внимание, сколько здесь пыли. Типичный барабан сцепления, как на классических автоматах. Вот набор фрикционов, и он у нас в отличном состоянии. В данном разборе мы ожидали увидеть изношенные фрикционы и стальные диски, но по ходу данная муфта глючила из-за изношенного электромотора маслонасоса. Ну и, конечно же, из-за очень грязного масла. Разборка закончена, и сегодня мы рассказали об очень распространенной проблеме, и не только для автомобилей Opel. Максим, спасибо. Ну а вы напишите в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой. И если сталкивались, то на каких автомобилях? Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok